Победители и организации, поддерживающие кулинаров-олимпийцев, а в их числе и Таллин, чествовали в ресторане «Горизонт», шеф-повар которого Маркус Имер и возглавил команду эстонских поваров на олимпийских соревнованиях в Штутгарте. Ресторан расположился на 30 этаже, и это помещение вполне соответствовало тем заоблачным высотам, каких достигла наша олимпийская кулинарная сборная. Ведь эта Олимпиада – старейшая и самая знаменитая международное соревнование поваров и берет свое начало от кулинарного конкурса во Франкфурте, который впервые состоялся еще в 1900 году. А вот Эстония участвовала в ней впервые, с самого первого раза. Нашим поварам удалось завоевать серебряные и бронзовые медали. Два дня конкурс. Один день мы готовим на 110 человек, другой день на 12 человек. Три курса меню и семь курс меню. После каждого дня они отдавали, так сказать, фидбэк. Рассказывали, что было хорошо, что было не очень, что они не поняли и все такое. Поэтому то, что они отметили, как у нас была работа на кухне, чисто, организованно, им это понравилось. Все очень удивлялись, что мы первый раз участвовали и настолько организованно у нас на кухне было, всем это понравилось. Произвели впечатление и блюда из эстонских продуктов. Ореховый террин из форели, оленина сарема и десерт из облепихи, выращенной вырума. На Олимпиаду поехали 10 поваров, а претендентов выступить от Эстонии было 22. Кого-то пригласили, как уже известного шефа, кто-то послал свое CV, но в результате появилась сплоченная команда, добившаяся впечатляющих результатов. На шефстейбл надо было предоставить шоколадную скульптуру, ну то есть размером где-то 60 на 40 сантиметров. Ее мы изготавливали в Эстонии частично, то есть сборка была уже в Германии. Мы покрасили ее там, ну и в общем это у нас был курапеса, в общем гнездо аиста. Мы очень хотели представить эстонские вкусы. Тема была эстонский хутор, вот там как раз во дворе и был аист из шоколада. Все десерты были с ягодами, которые растут или вокруг хутора, в саду или неподалеку в лесу. У нас были яблоки, сливы, черная смородина, клюква, ревень. Им понравилось, потому что они сказали, что это очень кислый вкус, но им понравилось. Все-таки интересно пробовать что-то новое и необычное. Если учесть, что на Олимпиаде боролись команды из 24 стран, то серебро и бронза для эстонских поваров, для которых это был дебют, выдающийся результат. Этот результат гарантирует Эстонии место на следующих кулинарных олимпийских играх, которые теперь состоятся через 4 года. Золото завоевали финны, которые участвуют в этих соревнованиях более 20 лет. По словам самих участников, сейчас им надо прийти в себя, отдохнуть, а затем к новым свершениям, ведь скоро другой конкурс – чемпионат мира по поварскому искусству. Лентровская, Петр Илевайн, Новости Тально.